В этом зале сотни профессионалов. От их работы напрямую зависит комфорт и уют в домах миллионов людей. В профессиональный праздник лучшие из лучших на сцене получают заслуженные награды. Самые творческие энергетики в этот вечер радуют коллег яркими выступлениями. Николай Волков отвечает за снабжение электроэнергии в Ростовском районе. Работает больше 40 лет. Пришел рядовым электромонтером сразу после армии. Сейчас возглавляет РЭС. Чем хуже погода, тем больше у нас работы. Без энергии сейчас никуда. Вот сейчас погаснет какой-нибудь фидер, сейчас станут котельные. Надо быстро дать электроэнергию. Итак, каждый из ярославских энергетиков и в мороз, и в зной, и днем, и ночью готов выйти на работу. В этом году сделано много. Все производственные программы выполнены. Капитально отремонтировано больше тысячи километров сетей и ста трансформаторных подстанций. Ввели в эксплуатацию почти 500 километров линий электропередач. Хорошую работу энергетиков отмечают и в правительстве региона. Наиболее важными и социально значимыми проектами это обеспечение электроснабжением домов обманутых дочеков, обеспечение электроснабжением участков малообеспеченных и многодетных семей. Энергетики в этом году реализовали несколько инновационных проектов, в том числе по цифровизации. Специалисты разработали мобильное приложение. Оно помогает сотрудникам при учете и контроле приборов. Еще один проект позволит проводить тренировки персонала и организовывать аварийно-восстановительные работы. Труд энергетиков очень важен для всего региона, да и для России в целом. А нас вспоминают когда? Когда пропадает свет в домах. И сразу, а где энергетики? Но мы всегда находимся на боевом посту. В будущем энергетикам помогут цифровые технологии. Так, во время недавней встречи губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Игорем Маковским была достигнута договоренность о подписании соглашения о пилотных территориях, где проекты по цифровизации электрических сетей будут реализованы в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok